Страна восходящего солнца, последняя империя в мире. Край цветущей сакуры, шелковых кимоно и прекрасных гейш. Сегодня мы посетим Японию. Конечива! Климат морской. Между зимой и летом здесь существенное различие в температуре. Начнем, конечно, с Токио. Столица Японии крупнейшего мегаполиса. Именно здесь расположен дворец самого императора. Резиденцию построили в конце 19 века. Она занимает площадь почти в 7,5 квадратных километров. Во все залы туристов, конечно, не пустят. Но можно будет погулять по парку рядом с главным дворцом. А неподалеку от Токио находится один из основных символов страны восходящего солнца – гора Фудияма. Это высочайшая точка Японии высотой 3776 метров и самая посещаемая природная достопримечательность. Зимой ее вершину укрывает белоснежная шапка, а туристам открыты для посещения ледяные пещеры. Летом же можно побывать на пяти знаменитых живописных озерах Фудиямы. А еще не забудьте посетить знаменитый токийский Диснейленд. На 47 гектарах расположились отели, гостиницы, водный парк и аттракционы в стиле любимых мультиков. Этот тематический парк стал первым Диснейлендом, открытым за территорией США. Находится он всего в получасе езды от столицы. Япония – это, к тому же, еще и страна красивых замков. Здесь их много и все выполнены в народном неповторимом стиле. Один из памятников истории – замок Инояма – можно встретить на японских открытках. Это один из старейших замков страны. Его фундамент начали возводить еще в начале 15 века. На верхнем ярусе расположена смотровая площадка, откуда можно увидеть весь город, близлежащую реку и даже соседний город Нагоя. Он объявлен шедевром устного нематериального наследия самой организации ЮНЕСКО. Сегодня в рубрике «Культура» мы поговорим о театре Кабуки. Это музыка, песни, танцы и драма на одной сцене. Старинное искусство Японии появилось еще в 16 веке. Правда, тогда характер постановок был менее приличным, чем сегодня. Из-за этого возникало много скандалов. И в конце концов правительство страны запретило выступать на сцене женщинам и даже юношам. С 17 века все актеры Кабуки – зрелые мужчины. Они исполняют любые роли, в том числе и женские, а вот характер постановок стал более утонченным. Сегодня на сцене Кабуки можно увидеть исторические, народные и даже танцевальные пьесы. Мы создаем иной, потаенный мир, где царствует красота. Само слово «гейша» означает искусница. Быть гейшей – значит быть живым произведением искусства. А еще в Японии есть совершенно уникальная профессия. Она уже стала частью японской культуры и истории. Гейша – это человек искусства. В ее обязанности входит развлекать гостей на любых собраниях. Вопреки распространенному мнению, профессия не включала в себя никакого интима. Эти девушки занимались только искусством. Танцевали, пели, поддерживали умные беседы и проводили чайные церемонии. Ярко накрашенные, сложно одетые и замысловато причесанные. Гейш невозможно ни с кем спутать в современном мире. Но сегодня эта профессия умирает. Молодые японки все реже идут в гейше. И даже на весь Большой Токио представительниц этой профессии всего несколько сотен. Кухня Японии аутентична. Здесь все опирается на рис, рыбу и водоросли. Суши в Японии – настоящий шедевр. И приготовить его не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Мастера суши учатся по многу лет, чтобы приготовить правильный рис, овладеть искусством выбора рыбы и удаления из нее костей. Основные виды суши – нигири. Длинный комочек риса, накрытый кусочком рыбы, и маки – рыба и рис, завернутый в норе и нарезанные маленькими кусочками. Помимо суши, самое популярное блюдо японской кухни – рыба фугу. Здесь даже есть поговорка. Все, кто отказывается от фугу и страха умереть, достойны глубокого сочувствия. И европейцы, и сами японцы трепещут перед этим яством. Ведь неправильно приготовленное блюдо может отправить вас в мир иной. В рыбе, особенно в печени, содержится смертельный нервно-паралитический яд тетродетоксин – в 275 раз более сильный, чем цианистый калий. Для летального исхода человеку требуется всего один миллиграмм этого вещества. Готовят фугу в Японии особо уважаемые повара. Для этой миссии они проходят специальное обучение и экзамен, в конце которого обязательно съедают собственноручно приготовленное блюдо из фугу. Ежегодно в Японии потребляют около 20 тонн этого деликатеса. Но каждый год случается около 20 случаев отравления этим лакомством. Япония – одна из самых технически развитых стран мира. Она славится своей электроникой, следовательно, в качестве подарка просто необходимо привезти технику. Но будьте готовы к тому, что у всех гаджетов здесь японский интерфейс, а поэтому обращаться с ней достаточно сложно. Еще один сувенир из Японии – косметика. Здесь множество торговых марок, которые широко известны не только в Азии, но и во всем мире. Обязательно купите тушь для ресниц, очищающее масло и маски для лица, особенно коллагеновые. Обратите внимание на электронику для красоты. Подойдут мини-сауны и массажеры. Ну а в качестве сувенира, конечно, захватите кимоно, заколки в стиле гейши, самурайские мечи. Все это можно найти в сувенирных магазинчиках страны. Пакуйте чемоданы и покупайте билеты. Страна восходящего солнца уже ждет вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...